Бессмертному полку быть Нижневартовск не остался без горячо любимой жителями акции. В целях безопасности вместо массового шествия каждый желающий мог выбрать удобный для себя вариант ее проведения. Рассказать о герое через соцсети, разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде, бейджи или в окне квартиры. Но это еще не все. 7 мая в Нижневартовске портреты героев Великой Отечественной можно увидеть на городских автобусах. Ирина Тукаева со своей семьей каждый год принимает участие в шествии «Бессмертный полк». В их большой многонациональной семье войну прошли сразу три деда. Их истории восстанавливали по крупицам вместе с детьми. То, что я узнала, меня просто ошарашило. Один из дедушек, Тукаев Мини-Вали, он с поля боя выносил своего командира. Был ранен, командир, к сожалению, погиб. Дедушка пролежал сутки в холодной воде, но все-таки выжил. Другой дедушка совершил подвиг. Город Речица. Три дня было ожесточенных боев, в которых они были победителями, потому что это очень был важный пункт для осады немцев на берегу Днепра. Еще один дедушка семейства Тукаевых служил в пехоте. Выслеживал парашютистов и был удостоен ордена за совершенный подвиг, детали которого восстановить потомкам не удалось. В этом году в Нижневартовске от традиционного шествия «Бессмертный полк» отказались. Но портреты героических предков вортовчан все равно будут на виду. Акцию решили провести, разместив их на городских автобусах. Была очень рада, для меня большая гордость, что на автобусах, причем таких новых и красивых, будет проходить вот такая акция. Узнала об этом первый год и сразу же приняла участие. И все мои родственники в других регионах, Самара, Башкирия, Уфа ждут с нетерпением фотографии автобусов с нашими дедушками. Если для Нижневартовска такая форма проведения акции «Бессмертный полк» в новинку, в других городах присутствие. Компания-перевозчик использует ее не первый год. Учитывая, что в этом году не получается поддержать «Бессмертный полк» ногами, поэтому мы делаем это так, как можем. Я думаю, что эта акция навсегда, она всегда должна быть в нашей памяти, в наших сексах. И чтобы память как можно дольше сохраняла, нужно, конечно, визуализировать это на всех возможных поверхностях, ну и ногами, насколько это возможно, приносить цветы, возлагать цветы к памятникам. И, так что, конечно, это навсегда. Автобусы, украшенные портретами героев Великой Отечественной, будут курсировать по городу до конца мая. А для создания особой атмосферы в каждом из них звучат песни военных лет. Регина Галов и Евгений Лоскутников специально для программы «Больше чем новости».